Перед личной встречей Крылья Советов и Рубин находились на разных полюсах турнирной таблицы. Если у самарцев с победами не складывалось, то у казанцев был стопроцентный результат. Но сохранить его игрокам Рубина было непросто. За пару дней до битвы с самарцами они сыграли тяжелый матч, затянувшийся на 120 минут в Лиге конференции УИФА. Эта игра не только отняла силы у футболистов из Татарстана, но и оставила след на поле казанской арены, которая износилась. Поэтому в первом обоюдоостром тайме Волжского дерби команды привыкали не только к друг другу, но и к газону. Хорошая игра. Может быть где-то долго мы привыкали к какой-то специфике, поле соперника и так далее. Но в целом мы играли для себя против очень хорошей команды. Во втором тайме Крылья адаптировались к полю и стали больше атаковать. На 59-й минуте красивую комбинацию разыграли Зинковский и Сергеев. Антон выдал шикарный пас пяткой на Ивана, который забил свой второй гол в этом чемпионате. Однако хозяева почти сразу пришли в себя и отыгрались уже через 3 минуты. Когда пропустили гол, понятно, что был такой большой соблазн на то, чтобы бросить весла. Но в этом плане команда демонстрирует практически в каждой игре характер. И сегодня мы смогли переломить ход неудачно складывающего матча, сравнять счет. После этого команды создавали моменты, но реализовать их так и не смогли. Набрали важные очки, понятное дело, что хотели победить. Забили гол во втором тайме, потом быстро пропустили. Тяжелая игра была, более тяжелая в общем. Знали, что Рудин до этого играл 120 минут в дикой конференции. Мы играли быстро, агрессивно, но сегодня слаждаюсь, потому что сыграли в ничьи. По игре, наверное, результат закономерен. В итоге Крылья Советов набрали свое первое очко в этом сезоне и поднялись на 14 место в турнирной таблице. Следующий матч самарцы сыграют дома против Сочи в субботу, 21 августа, в 9 часов вечера. Андрей Горгуленко, События.